Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения и мы продолжаем играть Это его почерк, он точно где-то здесь В игру, которая называется Зло внутри, это у нас вторая часть И в данный момент мы находимся в мэрии и ищем фотографа Здесь у нас пусто Ладно, давайте наверное отсюда выходить Вот здесь глянем Везде стоят фотокамеры Я слышал, слышал этот голос Где-то здесь должен быть зомбарь, ну-ка дайте-ка разобью, нет? Не получается, жаль Ну-ка под лестницу если заглянем, что у нас? Ага Тут у нас цветочек Здесь ничего, хотя тумбочка Что это у нас? Ага, гвозди Все, побежали на второй этаж Посмотрим, что у нас здесь Это еще что? Ну что там, Себас, покажи мне Я не вижу Какая-то студия или что-то типа того здесь у нас Так, цветочек, роза Красивые цветы, но есть в них что-то неправильное И у вас появляется чувство, что шипы лучше не трогать Вот оно что, ладно Я это учту В общем мы с вами взяли розы А здесь у нас колье В это дорогое на вид колье Вправлен крупный драгоценный камень А здесь у нас какой-то манекен Вот Мы на нее надели колье Так, она у нас крутится А это что? Камера просто древняя Это неспроста Это неспроста, потому что Ага, потому что нам нужно будет сделать снимок Это у нас наводка четкости Как-то пустой кувшин на этом фоне не смотрится Давайте воткнем туда розу Отлично Так, и немножечко, наверное, повернем Вот так У нас картина, видите, да? Значит там получается Девушка и цветок Не пойму только куда девушка смотрит Наверное я все-таки переборщил с поворотом манекена Ладно, давайте посмотрим сейчас в объектив Если что, исправим Ничего Что я упустил Да ничего страшного Немножко переборщили с поворотом Давай это исправим Надо немного на себя повернуть В мою сторону, я имею ввиду Вот так Вот так будет идеально Ну, по крайней мере, мне так кажется Давай фокусировку Все, снимок сделали Что дальше? Ага, хитро, хитро придумано, да? Смотрите, у нас открылся коридор Впереди на стене Какая-то нам оставленная записка кровью Так, секунду Что-то мы с вами пробежали, малька Вырезка из газеты Ну, давайте почитаем Найдено еще одно обезглавленное тело Как сообщили из полиции Сегодня утром в парке Кримсон-Сити Найдено тело женщины Жертвой оказалась Эмили Льюис Начинающая модель И актриса Ее голову до сих пор Не обнаружили Личность жертвы Удалось установить По ее вещам Оставшимся На месте преступления Очередное Нераскрытое убийство Совершенное преступником С определенным подчерком Во время пресс-конференции Лейтенант Джеймс Ванкерс Из уголовного Так как Ага, вот Розыскоп подтвердил Худшие подозрения В Кримсон-Сити Орудует серийный убийца Друг Эмили Фотограф Стефана Валентини Был потрясен Известием о ее смерти Ужасное несчастье Постигло мою любимую модель Но я хотя бы успел Запечатлеть ее образ Пока она была жива Это у нас статья В Кримсон-Пост Понятненько Это я помню Дело так и не раскрыли Ага, ясно Здесь-то что у нас написано? Оцени шедевр Ладно Я сыграю в твою игру Если это поможет Добраться до тебя Хм Оцени шедевр Ну давайте посмотрим Что можно здесь оценить Ну Где здесь твои шедевры? Показывай мне И я их оценю Ага Вижу Как такое вообще В голову приходит? Ну что Мое мнение Так это бред полный Никакой не шедевр Давайте дальше искать Ну тоже бред Так Две картины Мы уже нашли Угу Это у нас Третья картина И четвертая Не пойму Что там изображено Конечно Да что тебе еще-то надо Четыре картины Мы увидели Так погоди Что это было? Ага Самый главный шедевр Показался Это Лилия Он играет со мной Походу дела Действительно Со мной играют И кто-то тут у нас Ломится якобы в дверь Черт подери Ну думаю Что ничего страшного Не будет Шуточки значит Любит Да? Хорошо Давайте пошутим Тоже тогда В ответочку Дверь Ну в нее мне не войти Это явно Настоящий шедевр Иначе и быть не могло Это же мое творение Как-никак Смерть Сохраненная В нитрате Серебрат Как ножка В нитрате Прекрасно Блин Я не врублюсь А как мне отсюда выйти? Ага Вот он Дверь Из ниоткуда Появилась Кабинет 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 Какой-то Детали И что у нас здесь? Очередная фотография Фотография Мертвого сотрудника Мебиуса Агент Мебиуса В холле Мэрии Превращенный В застывший Кадр Бедный Сукин Сын Если бы он Уже не был Мертв Когда падал То падение Был бы он Точно не пережил На обратной стороне Как видите Пулк Еще фото К чему он ведет? Как по мне Он ведет к тому Что любит снимать Именно убийства Совершенные ими Как говорится Самый пик Ну и любит Это естественно Показывать В общем Помешанный Полностью Придурок На убийствах Ну я думаю Что Недолго ему здесь Гулять осталось Скоро Мы до него Доберемся Вон Стоит Упырь Снимает Меня Так Ну что Опять А? Сейчас Явно Что-то Здесь Будет Так Спуск Какой-то У нас Здесь Образовался Он когда-нибудь Закончился Тут у нас Стоит Стул Я смотрю Цветок Ожерелье И Голова Манекена Чему Это все Было Опять Кто-то Нас Снимает Это еще Что такое Что это За тварь Ядрено Вож Это же Не пойму То ли люди То ли зомби Это уж точно Зомбарь Тем более Мутированный А ты куда там Показываешь А? Какие-то Скульптуры Ну-ка Дайте Причем Ребята Они Живые Ну как Они живые Из натурального Материала Сделаны Не знаю Зачем Я им Отстреливаю Сейчас Голую Но Такое Причувствие Что они Должны Ожить Хотя Может быть Я и ошибаюсь Так Конечно Патронов У меня Здесь Наверное И не хватит На них Да Ножом Я их буду Три часа Так Теребункать Черт Бо Их Побрал А Так Так Этот Без головы Уже Ага Вот И ты Получи Так Тоже Может быть Когда я Отстрелю Все головы Мне что-то Откроется Потому что Больше Я здесь Не вижу Никакого Ни выхода Ни входа Так Эх Промахиваюсь Причем Смотрите Хоть это И скульптура Но он Пульсирует Смотрите Тут и дверь И записка На чем-то Вроде Открытки Небрежно Нацарапано Они были Слишком Прекрасны Чтобы Оставить На улице Я не мог Не выставить Их Жаль Что Автор Не я Но Понятно Что Здесь Кроме Меня Есть И другие Художники Интересно Это Кто Смотрите Можно Открыть Блин Зря Я по-моему Там Убивал Эти Статуи Хотя Может Быть Не зря Где-то Идем Идем С вами Не пойму Я Куда Это Нас Приведет Все Опять Какая-то Студия Полуразрушенная Картина Куда Нам Не Пройти Что Там Лежит Патроны Шприц Для Дробовика Неспроста Все Это Наверное Это Излучатель Так Где У нас Излучатель Патроны Опять Я Я так понимаю Вот эта Машина Это Излучатель Точно Что-то Типа Того Требуется Авторизация Подключите Терминал С правом Доступа Терминал Видимо Коммуникатор Запущен Процесс Перезапуск Ну И Отлично Ты смотри Сфотографировать Успел Гад Ты Так Долго Меня Разыскивал И Я Пришел Но Постой Ты Жи Ищешь Не Меня Верно Нет Девочку Это Даже Обидно Но Как Обижаться Не Только Ты Стремишься Заполучить Ее Силу Есть Еще Кое-кто Куда Более Достойный Способный Заплатить Цену Которая Тебе 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 Не Снилось Уж Прости Твоя Ставка Перебита Страх Ты Излучаешь Страх Это Прекрасно Но Это Еще Не Закончено Меня Зовут Стефано А Ты Станешь Моим Шедевром Ах Ты Сволочь Ну Что Ж Мы Знаем Что Звать Его Стефано Что Тут Так Кое Так Кто Или Что Ну Нихера Ты Братиша Даешь Обскура Ох Смотри Что Она Девает Да Да Именно Так Что Себас Придется Нам Ее Ликвидировать Ну Где Же Эта Тварь Лазит Обскура Сделана Опять Из Человеческих Пусков Надо Не Давать Этой Твари Остановить Запуск Тихо Тихо Блин Что Она Делает Через 70 Секунд ХП Я Не Вижу У Нее Она Еще У Нас И По Потолку Лазит Это Плохо Блин Опять Опять Излучатель Затормозила Гнида И Сюда Так 60 Секунд Ровно Минута Ребята У нас Осталось Лишь Были Не Прерывала Эта Тварина Процесс Что Нам Готовиться Чему Так Понятно 42 Секунд Осталось Да Что Ты В Объектив Надо Стрелять Это Самый Надежный Способ Хреново Балерина Через Через Так Черт Тебе Подели Хотя Ребята Не обязательно В объектив Можно Просто Ниже Стрелять 20 Секунд Осталось Может быть Даже Это Обскура И Бессмертная Нам Нужно Просто Прождать Время Где Лазит Эта Скулит Чтобы Мой Излучатель Запустить Мне Нужно По ней Попасть Где Она Блин На потолке Как Всегда Валяйся Тварь Через 10 Секунд Ну 10 Секунд Это Ерунда Давай Давай Пока Родная Так Что тут Происходит Все Короче Уничтожили Мы Эту Обскуру Спасибо Я спас Свою Шкуру Но Что Делать Дальше Если Он Исчез То Наверняка Вместе Слили Куда Же Он Ее Забрал Нужно Поставить В Известность Кидман Так Так Звони Черт Может Снаружи Поймаю Сигнал Намек Понят Выйти Из Мэрии Да Проще Простого Ух ты Порох Еще Порох Это Замечательно Даже Запал Получили И Доберем Вот Так Не будем Оставлять Здесь Ничего Так Нам Нужно Как-то Спуститься На Первый Этаж Для Этого Нужно Найти Лестницу Еще Один Шприц Опс А тут Закрыто Почему Все Спускаемся Вниз Не могу Поверить Что Эти Ублюдки Использовали Лили В своих Экспериментах Им Хватило Наглости Послать Меня Разгребать Последствия Нет Они Реально Больные Да Себастьян Так А вы Реалити Жизни И от них Никуда Не денешься Вот так Вот Живешь Живешь Всю Жизнь И не Знаешь Что Вокруг Тебя Сплошная Ложь Единственное Что Я могу Тебе Сказать У тебя Есть Стимул Ты Спасаешь Дочку Это Все Не Просто Так Главное Себа Сдержись Ну А я Тебе Немножечко Помогу В твоем Эпическом Так Скажем Приключении Сейчас Нам Главное Отсюда Выйти Из этой Мэрии Я никак Не могу Понять Куда Нам Нужно Двигаться Пистолетные Патроны Пригодятся Мои припасы Никогда Не бывают Лишними Слушайте Ну я Помню Вот это Место Мы С вами Заходили Как раз Брали Цветочек Под лестницей А где же сам Выход На самое Начало Че-то Я никак Не могу Догнать Эти коридоры Друг на друга Похожи Все О Сейчас Ключик С вами Возьмем Спасибо Большое Ключи От шкафчика 7 ключей Из 32 А это Что тут Были мы Здесь не были Фиг Поймешь Для Дробовика Отлично 4 патрона Так Погоди Разве Нам Нужно Вниз Я Уже И не Помню Как Мы Сюда Попали С Подвала С этого Или Или С компьютера Так Ребята Это Же У нас Мэрия Так Мы Заходили Сюда Вроде Бы С Улицы Да Да Мы Мы же Убивали Эту Пятиголовую Тварь Потом Заходили Значит Все таки Мы с улицы Были Странно А здесь Дверь Через низ Но она Почему то Закрыта В общем Давайте Опять Искать Этот Гребаный Выход Я не знаю Где он Тут Помещение Это Сгулькин Извините Меня Хрен Я Все По кругу Бегаю Ну Давайте В эти Ворота Забежим Так Ну Здесь Тогда Мы Брали Патроны Для Пистолета Это Я Помню Прекрасно Здесь Лестница Будет Вот Она Вот Здесь Мы Брали Цветочек Да Да Что Засрань Ты Так Ух Тут У нас Тупик Одна Дверь Только Вот Эта Блин А Вот Вот Она Ребят Вот Начало Все Выбрались По кругу Бегал Как Идиот Ладно Давайте Отсюда Выходить И Звонить Кидман Глоток Свежего Воздуха Проклятье Лили в руках У этого Ублюдка И Нужно Начинать Все Сначала Мы Восстановили Контакт С маркером Наконец-то Соединяйте Себастьян Себастьян Ты Слышишь Гидман Наконец-то Ты В Порядке Психопат Все Еще На Свободе Я Запустил Излучатель Это Замедлило Гада Но Он Все Равно Удрал Лили У него Она Там Одна Ей Страшно Я Должен Найти Ее Пока Он Не Сделал Что Нибудь Ужасное Я Совсем Рядом Я Чувствую Мы Хотим Найти Ее Так же Сильно Как И Ты Ага Еще Бы Чтобы Ваш Дорогой Эксперимент Не провалился Какая Трагедия Столько Времени И денег Потрачено Зря Я Говорю За себя Не За Мебиус Я Много Общалась С Лили Во время Тестов Она Хорошая Я За нее Волнуюсь Ситуация Сложная Но я Верю В тебя Соберись Мы должны Спасти Ее Вместе Да Ладно Ты Права Спасибо За поддержку Китман Всегда Пожалуйста Сейчас Надо Выяснить Куда Он ее Забрал Он Сказал Его Зовут Стефанова Стефанова Поняла Попробуй Найти Какую Нибудь Информацию Хорошо А я пока Свяжусь С Анилом Попробуем С ним Вместе Найти Маньяка Да Хорошо Если Нужна Помощь Выходи На связь И еще Себастьян Да Ну что же Продолжаем Тогда Кажется Кажется Я знаю Куда Даже Не Скрывается Как будто Провоцирует Меня Но Если Он Хочет Драки Он Ее Получит Надо Только Туда Добраться Куда Ты Ими Сюда Туда Наверх О Нил Это Я Вижу Излучатель Стабильного Поля Работает Скажи Что ты Нашел Ядро И уже Идешь Сюда Увы Нет Лили все Еще У этого Психа Но Я понял Где Его Искать Ага Я Тоже Вижу Я Поймал Сигнал Из Театра Это В Другой Части Города Хорошо Наверное Придется Снова Идти Через Сеть Подскажи Мне Направление Сейчас Похоже Излучатель Стабилизировал Некоторые Проходы Ближайший К театру Выход Д5 Не знаю С чем Ты Там Столкнешься Будь Осторожен Да Теперь Меня Уже Ничем Не Удивишь Отлично Сказано Себас Глава Шестая На Охоте Значит Нам Нужно Попасть В Театр Это Наша Цель Пройдите Через Сеть И Ищите Выход Д5 Это У нас Убежище И Тут Тоже Куда Идем Я Хрен Его Знает Можно В принципе Просто Пока Побегать По Карте Пройдите Через Сеть И Ищите Выход Д5 Ладно Попробуем Что такое У нас По моему Анил Находится Внизу В самом Нижнем Убежище Так Радиосигнал Засечь Непонятный Резонанс Убит Сотрудник Мебельса Ну понятно Где он Где он у нас Здесь Вот Лежит Подсумок Для шприцов У него Где-то Недалеко Совсем Совсем Близко Вот он Так Давай-ка Свой подсумок Мне он Пригодится Отлично Я могу Уносить Четыре Шприца Теперь Ладушки Что же нам Делать Серьезно Ребят Двигаться Наверное Сюда Все-таки В убежище Разговаривать С Анилом И слушать Что он нам Предложит Хотя Все свои Предложения Он уже Нам сказал По рации Так Что у нас Тут за Радиосигнал Засекаем Житель Юнь У меня Не припомнит он Тебе уже Это не понадобится Ага Вот сюда Значит Надо идти Двадцать пять Метров Беседка Якобы Да Да Как тут Пройти Ну давай Послушаем Тебя Еще один Чудесный Денек Не припомню Когда в последний раз Был дождь Или холод Здесь всегда Так хорошо Мне очень повезло Что я родился И вырос В Юнионе Никогда Отсюда Не уезжал И не хочу Я собираюсь Тут умереть Чувствуешь Запах Так пахнет Весна Здесь Повсюду Такие Клубы И цветники Это мы сейчас Просмотрели Чьи-то Воспоминания Точнее Обрывки Воспоминаний Ладно Продолжаем Ити в убежище Тридцать метров Грубо говоря Нам до него Осталось Что это я Немного Не пойму Такое впечатление Складывается Что он Где-то Под нами Может быть Даже Под землей Давайте-ка Мы сейчас Проверим Это здание Есть тут Какой-нибудь Вход В него Нету Ага Есть Значит Здесь Все-таки Спуск Вот Поэтому И показывала Вниз Ну Давай ты Себас Быстрее Спускайся Еле Ползешь А Раньше Я помню Можно было Быстро Скатиться Что у нас Тут Кофе Сохранение И И компьютер Отлично Давайте Переходить С вами Поближе К театру Пройдите Через сеть И ищите Выход Д5 Ну Давай Загружайся Быстрее А Так Отлично Как только Нам узнать Где-то Д5 Отправиться В сеть Сеть Тоннели Перехода Центральный Тут Б2 У нас Отправиться В Юнион Мэрия Нет Давайте-ка Мы сейчас С вами Здесь Посмотрим В Мэрии Мы Были Отправиться В Мэрию Черт Нет Мне кажется Надо Здесь Наверное Пошуршать Ладно Если что В любой момент Сможем Смыться Отсюда Да где-то Волна Вот Убитый Сотрудник Мюберса Все Одно И то же Это проход О Котором Говорил Лили Это место Сводит Меня С ума И опять Мы встречаем Здесь Кодовый Замок Давайте Подгонять Амплитуду Так Погоди Погоди Почти О Опять Все Сбилось Вот Так Давайте Казаново Не 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 Так Не Пойдет Да Что Что За Фигня Во Отлично И Здесь У нас Мебиус Ящик Что В нем Для Меня Да Ничего Хорошего Детали Для Оружия И Зеленый Гель Тысяча И Рыжавая Труба Дверь Выносит Как Батька Просто С ноги Не Хватало Только Зомбаря Который Мог Б Это Подслушивать И Просто Ему Вуха Этой Дверью Что У нас Здесь Лежит Я Вижу Шприц И Давай Делись Добром Братиша Подсумок Улучшен Для Пистолетов 32 Патрона Я Теперь Могу Носить Не Дурно И Это 2 Из 5 То Бишь Вообще В общей сложности 5 Подсумков Должно Быть Это Красавица Здравствуй Здравствуй Родной Какой-то Медлительный Прям Знаете Специально Для меня Медленно Медленно Встал И Медленно Медленно Получил Так Детали Для Оружия Все Кажись Да А нет Тут У него Еще Порох Завалялся Но Как вы Слышите Где-то Здесь Уроды Скулят Сейчас Мы Их По-быренькому Навестим Что-то Вдалеке Светится Ага Скорее всего Детали Так и Есть Ну ладно Теперь Побежали Тогда В ту Сторон Может По стелсу А За Чик Эти Тут Все Ага Вижу Одного Гада Ну по-моему Он там Не один Вот Тихо 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 Так Значит Двое Один Жирный Другой Похудее Будем Их Ликвидировать И Что там У нас Крупец Да 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 Конечно Конечно Минус Один Так Жирный Иди Сюда Ну Все Упал Не упал А вот Теперь Точно Готов Да Ты Посмотри На него Совсем Что Бессмертный Как Тебя Завернуло Браток Спасибо Хотя бы За гель 300 Геля Ну И Все Теперь Можем Спокойно С вами Продолжать Путь Я бегу То хоть Правильно Что-то Я совсем Запамятовал Был я Здесь Нет Ну Давайте Проверим Вот по Этим Дверям Ящик Ящик Открыт Значит Я был Здесь Так Ладно Бежим В обратную Сторон Так Здесь Можно было Бочку Пнуть Поджечь Но Это Все Для нас Мы Легких Путей Не Ищем Нам Давай Что-нибудь Побрутальнее Посложнее Так Ну Я так понимаю Эти двери У нас Будут закрыты Которого Слева Да Все верно Тогда Спускаемся В самый В самый Низ До сих пор Не понимаю Что мне Здесь Нужно Найти А Коридор Д5 По-моему Так Давай Открывай Это Что Еще За Что Это За Чертовщина Это Плесень Или Грибок Или Зефир Я Хрен Его Знает Но Пульсирует К тому же Очень Очень Вязкая Мы Еле Ходим По ней Смотрю На Этот Белый Зефир И Вспоминаю Стей Пафа Сразу Который Этот Зефирный Человечек Из Заход Ковзапридения Но Если Серьезно Я Ума Не Приложу Что Это За Субстанция Так Надеюсь Сейчас Мы Это Узнаем Так Телевизоры Почему То Сами По Себ Включаются Послушай Что ты Говоришь Мира Лили Жива Просто Ее Похитило Тайное Общество Ты Понимаешь Как Это Глупо Звучит Но Это Правда Как Ты Не Понимаешь Этого Я Знаю Что С Этим Трудно Смириться Мира Но Она Умерла Наша Девочка Умерла Но Я Могу Доказать Это Смотри Мира Ты Зациклилась Тебе Нужен Отдых Потом Это И ты Смиришься Нет Я Никогда Не Смирюсь С этим Если Не Хочешь Мне Помочь Я Сама Узнаю Правду Мира Ты Нашли С вами Очередной Слайд Была Права Но Почему Я Вижу Это Сейчас Ладно Сибус Извини Не Забивай Себе Голову Всякой Ерундой Интересно Что это Была Засрань Такая Ух Блин Неохота Сталкиваться С новым Видом Монстров Но По всей Видимости Придется Это Что Такое Ядрен Оно Ты Какая Мерзость Фу Господи Боже Ничего Себе Творюга Может Удастся Проскочить Мимо Себас Я даже Не знаю Куда Мимо Куда Двигаться Туда Если Перебежать Черт Заметит Она Смотрит Прям На Меня Ну По крайней Мере В мою Сторон Уже Видит Уже Видит Так Давай Давай Потихонечку Потихонечку Опс Прокатит Нет Черт Я встал В таком Неудачном Месте Блин По моему Он Меня Видит Ё-моё Это Что Такое Черт Повери Не Получилось Спрятаться Давай Валите Себас Давай Газуй Блин Неужели Не видишь Что Сзади Вся Как Хрень За нами Бежит Повери Куда Тут Идти А Мы Еще И Вляпались Нормуль Вдруг Получится Оторваться От нее Надо Отсюда Убираться Так А я Что Делаю Я И Пытаюсь Слушайте Вроде Бы Как Прокатило Малорик Себас Я В тебе Не Сомневался Но Ну По Крайне Он Не Оцепил Ух Жуткая Мразь Это Гребанное Место Должно Быть Стабильным Да 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 Кстати Себастьян Мы же С тобой Стабилизатор Поставили Но Оно Почему-то Нестабильное А вот И Д5 Выход Так Давайте Хрен там Все Под замками И Я вижу Очередной Частотный Замок Нам Нужно Его Открыть Давайте Подбирать С вами Амплитуду Потихоньку Потихоньку Вот так Черт Разнобой Какой-то Идет Надо Смещать Вот Так Да Е-мое Ну Во Заходим Как себе Домой И что мы Здесь Видим Какая-то Записка Плюс Патроны Обожаю Патроны Когда нахожу Для дробовика Так И здесь У нас Запись Какая-то Лежит Отчет Отделение Ядра Касательно Инструкции В случае Отделения Ядра Первоочередная И важнейшая Задача Вернуть Пропавшее Ядро Отделение Ядра Даже Всего Лишь На Несколько Часов Может Привести К Сбою В Программном Коде Стэм Если После Отделения Ядра Прошло Более 36 Часов В действии Вступают Инструкции Созданные Для Поиска И Возвращения Ядра Данные Инструкции Предназначены Только Для Сотрудников Мебуса С допуском Уровня Альфа И Доступны Только И Службы Поддержки Сети Все Ребята Это Все Дальше Я не могу Ничего Сделать Ладно Только Лишь Записочка Была Тогда Выходим Отсюда И У нас Здесь Двери А точнее Убежище Заходим Что Тут Такое Кто-то Следил Лилия Кто-то Собирал Информацию О ней Не С места Ты из Мебиуса Да Я Заткнись Ни слова Ты не из наших Да Точно Меня прислала Кидман Слушай Я пришел помочь Меня зовут Себастьян Костеланос Ты врешь Себастьян Костеланос Мертв Что Нет Кто тебя наплел Повернись Медленно Ядрить тебе на корень Какая же ты страшненькая Ты Юкика Хоффман Откуда ты знаешь Я же сказал Меня послали найти мою дочь Лили Ядро Я говорю правду Я знаю Не понял Нет микромимики Взгляд не отводишь Не переспрашиваешь Так что уже понятно Что не врешь Ясно Ты штатный психолог Приходится выживать Как умею Увы Я не боец Да Уж ты не одна такая Прости Что угрожала Привлекают Независимых Контрактников Значит Ситуация Лучше не становится Ты нашел Других членов Группы Да Но жив Остался только у Нил Лиэм выжил Хорошо Ему удалось Стабилизировать Пространство Большой излучатель Включен Но тут все равно Все разрушается Думаю Все это из-за Психопата Который похитил Лили Он чувствует Себя в Юнионе Как дома И может Всем управлять Значит моя теория верна Это не просто Разрыв соединения С ядром Психологи стараются Зря не использовать Термин психопат Но в данном случае Он подходит Только клинический Психопат Может так воздействовать На Стэм Психопатическая Личность Пытающаяся С помощью Лили Усилить себя Самый худший Из сценариев Ты же спец Как посоветуешь Действовать против него Психопаты Асоциальны Лишены эмпатии Имеют Садистские склонности Их общее качество Патологический эгоцентризм Их заботят Только они сами Можешь назвать Что-то важное ему Да Он воображает себя Художником Только об этом и твердит Может быть нужно Атаковать его Через его работы Уничтожить что-то Ценное для него Выбить из равновесия Я понял Но сперва Нужно до него добраться Он прячется в театре Ясно Тогда тебе нужен Выход Д5 Это рядом В соседней комнате Соединим коммуникаторы Чтобы быть на связи Я подниму свои файлы И проверю Нет ли там полезной информации Мне кажется Мы что-то упустили И конечно Его будет очень сложно победить Используй все Что может пригодиться Так Лили действительно считает Меня мертвым Или ты просто Меня так проверяла Мне очень жаль Но да Она так считает Я сама так думала До сегодняшнего дня Но я уже научилась С подозрением Относиться Ко всей информации От Мебиуса Было сразу видно Что ты не лжешь Но почему они так поступили Что же они за чудовища такие Да, это плохо Но подумай вот о чем Для Лили менее травматично Считать тебя мертвым Чем знать Что ты жив Но не можешь ее забрать Да Наверное Но что будет Когда я ее найду Не бойся В этом случае Она поверит своим глазам Если Мебиус Не отправлял в Стэм Психопатов Как сюда просочился Этот тип Я не знаю Перед помещением в Стэм Каждый участник Проходит психологическое Тестирование Мы втайне следим За всеми Чтобы уловить признаки Психической нестабильности Ага С ним это не сработало К сожалению Диагностировать Психопатию И социопатию Бывает Очень сложно Психопаты обычно Умные и хитрые Понимая свой диагноз Они ловко имитируют Поведение в границах нормы То, что этот человек Нас одурачил Значит, что он действует Умело и осознанно И это хуже всего Отлично Значит, ваши тесты Отсеивают только Слабых психов Вина за все, что произошло Лежит на мне Это я разрабатывала тесты Ты сказала, вы что-то упустили? Я внимательно изучила материалы По инциденту в маяке Чтобы избежать подобной катастрофы Тогда Виновный во всем И был ядром Но пространство Оставалось относительно Неповрежденным А здесь как будто Что-то не так О чем ты? Странные существа Разрушение Юниона Полная потеря связи С Мебиусом Это слишком много Для одной личности Пусть даже Из силы ядра Он говорил о ком-то О человеке Который хочет завладеть ядром Может быть Нет Об этом лучше не думать О чем? Есть только одно Что может быть здесь Сильнее, чем психопат Но мне нужно сначала Проверить эту гипотезу Ну что же Довольно удачно Вышел у нас с ней Разговор с Хоффман Так Здесь у нас что? Сохранение Ну Это мы сделаем Чуть-чуть попозже А что у нас там За компьютер Вдалеке моргает Всем заинтересованным лицам Агент Гришем Касательно Лили Костеланос Первоначальные сведения Идеальный кандидат На роль ядра Должен обладать Неограниченным Эгоцентризмом Чтобы сохранить Свою индивидуальность Даже поддерживая Взаимосвязь Множество чужих разумов Исходя из этого Мы можем выделить Два типа Возможных кандидатов Нарциссы С психопатическими Наклонностями И дети Все мы знаем Что случилось В последний раз Когда в стэм Попал психопат Поэтому лучше делать Ставки на ребенка Имеет доступ К результатам Стандартных Ну давайте Проматывать Что-то не проматывается Так может быть Так сможем Ээээ Нифига Да что за хрень Почему Не получается Перемотать А Я же вижу Что внизу Во 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 Имеет доступ К результатам Стандартных Школьных тестирований Мы смогли Сузить Круг поиска Мы считаем Что нашли Идеального Кандидата На роль Ядра В лице Лилии Кастеланос Результаты Ее тестов Показывают Что она Не только Обладает По детски Неограниченным Эго Но и Демонстрирует Невероятную Для ее возраста Способность К сопереживанию Мы отправляем Ее к доктору Хоффман Для Для чего Ну давай Ты пролистывайся Для дальнейшего Обследования Вот оно Как ребята Значит Хоффман Все таки Ей занималась Как ни крути Так Ну что же Давайте Наверное Кофейку Дрепнем Ух Ладно Давай 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 Пей Поправляй Своё здоровье Отлично Так Ну что Я думаю Теперь Ох ты Баночка лежит Надо взять Да тут дофига Чего есть Так Шприцы Полностью Порох Банку взяли И надо Сохраняться Ну а мы Ребята Тогда С вами Будем завершать На этом Нашу серию И увидимся Уже в следующей И будем продолжать Проходить Эту игру Ну а на этом Все Всем спасибо За просмотр И до скорых Новых видосиков Удачи вам Ах так Ах вот и как Ах вот и значит Как он На самом Интересном Месте Ой А я так думал Субтитры сделал DimaTorzok